Привет, друзья, марафон продолжается, марафон у нас похудей к лету. Фу, привязался вы, похудей к лету опять, постройнее к лету. Все, никак не могу, вот привык, что за слово такое какое-то, похудей, постройней, все, все говорим постройней, постройней к лету. Ну, сегодня что обсудим, реально ли сбросить вес без диет. Вот говорят там, кто-то говорит реально, кто-то говорит нереально там сбросить вес без диет. Ну, давайте так, надо понимать, что либо вы меньше едите, либо вы больше двигаетесь, да, то есть вот два варианта, потому что то, что поступило в организм, то, что поступило в организм, должно из него уйти, иначе вес тела будет накапливаться. Уйти оно может только путем движения. Движение бывает двух видов. Первый вид движения, это движение внутреннее, то есть обмен клеток внутри организма, сами клетки копошатся, да, из которых мы состоим, и они на это энергию тратят. И вот они больше всего тратят энергии, клетки. А клетками кто руководит, вспомните, я говорил тут недавно, гипталамус, да, вот, не забываем про него. А это раз. А вот, что касается другого типа движения, это движение внешне, когда вы внешне двигаетесь, и за счет этого, что вы делаете, там, бежите, там, занимаетесь спортом, там, и так далее, что вы делаете, как вы думаете, что вы делаете за счет этого? Вы заставляете вот эти клетки свои, 50 триллионов клеток, из которых вы состоите, еще сильнее двигаться, кровь начинает, там, бурлить вся, там, и так далее. То есть вы этим самым внешним движением увеличиваете внутреннее движение, и все, не более того. Оно, внутреннее движение обеспечивает нужды вашего внешнего. И мы можем таким образом за счет движения напрямую влиять на метаболизм. То есть в разы его увеличивать. Сознательно увеличивать можем. Ни одна ткань тела, печень не может взять, так, мы сознанием так, так, печень, ну-ка, сейчас я выпил 3 литра водки, давай-ка переработай их побыстрее, так, сейчас мы тебе там... Вы так не можете сделать, да? А мышцы вы можете контролировать, то есть, и через мышцы влиять на обмен веществ. Вот как! Поэтому, кто хочет худеть без диет, ешь все, что хочешь, но при этом есть необходимость много двигаться. То есть ходить. Ходить лучше в горку, у кого здоровье позволяет. Это для здоровых способ. в горку. На беговой дорожке устанавливайте угол 15 градусов наклона, скорость 6 километров в час. И пройти вы будете должны такую примерно расстояние, чтобы оказаться на высоте 2 километра. Ну, прям, гипотетически, да, представить, что вы на высоте 2 километра. Чтобы такое расстояние пройти, вам надо пройти под этим углом 7,5 километров. Я считал специально. Это очень тяжело. Ну, это, ну, это крайне тяжело. Это просто сходу это не получится по-любому. И пройти вы это сможете, там, в течение дня какими-то урывками, там, и так далее. Это 7,5 километров. То есть, ну, это просто, ну, это, кто не представляет просто, что это такое, но это просто очень адски тяжело под таким углом подниматься вверх с достаточно большой скоростью. Вот. Но если вы будете каждый день такое делать, то вы можете есть все, что хотите. Вы можете хоть весь Макдональдс съесть, там, я не знаю, с его соусами всеми вот так залиться и запиться. Все. У вас организм все равно переработает все. Ну, это я так образно сказал про Макдональдс. Конечно, не стоит. Лучше что-то нормальное есть при такой нагрузке. Но за счет вот такой нагрузки я просто вам дал понятие, что это за нагрузка. Представляете, надо в гору зайти под углом быстро в течение дня. Зайти в гору на 7,5 километров под углом. Вот столько энергии надо потратить. Тогда вы похудеете, тогда вы постраниете без диеты. Ну, вот такую сопоставимую нагрузку какую-то надо давать. А это вот очень тяжело. Но можно. Но можно. Ну, про нагрузки это отдельная тема. Мы-то сегодня про то, как постранировать. Так что, дорогие друзья, до завтра. Завтра будут приглашать всех на вебинар. Вебинар у нас 24 апреля. Записываемся по ссылочке под видео. Переходим, записываемся там. Все там. Кому-то позвонят там. Зарегистрируйтесь. Все. И будем стройнеть к лету. Потому что лето — это маленькая жизнь. Да, как в песне поется. Надо ее прожить. Ну, как, чтобы приятно было самому себе, там, самой себе. Чтобы быть мужчинами авторитетными, женщинами красивыми. Чтобы все было хорошо. Пока. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok